Сторожилы прекрасно знают эту новую старую дорогу. Необходимость восстановления этого проезда стала очевидна, когда вырос жилой комплекс Восточная Бутова. Дорога, которая была еще построена в старые древние времена совхозом 21-го съезда, была перекрыта и не эксплуатировалась. Учитывая тяжелую дорожно-транспортную ситуацию, я вышел с инициативы данную дорогу реконструировать, реанимировать, запустить для того, чтобы была альтернатива выезда из микрорайона ЖК Восточная Бутова. Почин депутата поддержали коллеги и глава муниципалитета Валерий Венцель. Казалось бы, сказано-сделано, но все оказалось просто только на бумаге. Потребовалась большая кропотливая работа по переводу данного участка в муниципальную собственность. И только после этого постройка дороги стала возможна. Пока автомобилей на вновь открывшейся дороге немного. За 10 минут, что мы здесь снимали, проехало ровно 3 машины. Но, как известно, сарафанное радио у автолюбителей работает исправно. Стоит думать, через пару месяцев тысячи водителей смогут оценить удобство этого пути. Дорога имеет две полосы по одной в каждую сторону и проходит через лесной массив, расположенный между жилыми комплексами Государев Дом и Восточная Бутова. Ее протяженность чуть менее одного километра. По итогам проведения электронных процедур была отобрана подряд на организацию ООО «Строинвест-3», которая в период с 20 октября приступила к выполнению работ. Вот работа на текущий момент завершена. В пределах 10 дней подряд на организацию выполнила весь объем. Площадь ремонта составила 4400 метров квадратных, протяженность 798 метров. Дорога стала своеобразным продолжением эстакады Лопатина-Боброво-Дрожжино и является еще одним весьма удобным выездом из микрорайона Восточная Бутова. А водители Ленинского муниципалитета получили возможность сэкономить время. Она действительно альтернативна Расторгуевскому шоссе. Она сокращает достаточно большой угол временного периода для того, чтобы доехать до Бутова-парка 2-2-Б, до Восточного Бутова, со стороны города Видное. В нашей технике специализированы это скорая помощь, пожарные машины, машины МЧС. Всего в 2019 году на территории Ленинского городского округа было отремонтировано 27 автомобильных дорог. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.